Радио 54 Первое. Областное радио Из Новосибирска, я уже сказала Из Ярославля И кроме этого у нас еще есть Международная программа И будет два спектакля иностранных Из Финляндии и из Швеции На русском языке Швейцарии А как вообще отбираются спектакли? Ну то есть у вас же есть какая-то подборка Возможно режиссеры дают заявки Да, что касается российских спектаклей Которых в программе 8 Их отбирал экспертный совет В Турциал из прекрасных девушек и юношей Профессионал театра из разных городов Нам присылали заявки Их в этом году было больше 170 То есть это происходило еще в конце прошлого года Ну это очень почетно попасть, да? 170 спектаклей Эксперты выбрали 8 названий Два из которых новосибирских Как уже сказала Маша И вот да, все они прошли Как участники фестиваля Ну да, наверное это довольно почетно Потому что фестиваль проходит четвертый раз Он раз в два года в Новосибирске Придуман был Новосибирским театральным институтом А вот в 2020 году это дело продолжили мы Первый театр Вот Иностранная программа собиралась Не конкурсным способом Есть приглашенный куратор Который отсматривал иностранные спектакли И приглашал то, что Логично, мне кажется Интересно увидеть в программе этого фестиваля Камерного фестиваля Как мы это называем Маленькие спектакли То есть на сцене не больше Одного, двух, трех актеров Но это не значит, что эти спектакли Незначительные, неважные И скромные То есть они совершенно не скромные По уровню высказывания И какой-то трогательной коммуникации Которой мы надеемся выстроиться со зрителем А вообще есть какая-то общая тематик? Какие-то требования просто понять Да, каким требованиям необходимо было соответствовать Чтобы попасть в эту программу? Ну формальный критерий Это да, один, два, три Что вы видите в названии фестиваля Неформальный, ну наверное А еще из формальных То есть спектакль создан последние два года То есть это все довольно свежие спектакли Но среди участников есть уже лауреаты Там номинанты, заявившие себя на многих фестивалях Получившие там почетные призы и премии Но это все, ну наверное, не самый важный критерий Самое важное, ну какой-то профессионализм, актуальность То, насколько это живое искусство Которое может быть воспринято сегодня А вообще присутствует какая-то, возможно, общая тематика или нет? Ну или какие-то темы так или иначе превалируют? У нас только случилось, что в этом году много спектаклей По современной драматургии И, ну кажется, это логично Потому что современная драматургия развивается Театр развивается вслед И логично, что на фестивале ее много И по поводу тематики есть спектакли Ну, они разные по темам, я бы сказала Но можно какие-то объединить в социальную тематику Там рассматриваются какие-то важные, актуальные сегодня проблемы Это разножанровая история? Или все-таки по жанрам есть некая общая картина? Ну мы, поскольку у нас в условиях фестиваля сказано Что мы принимаем любые спектакли любых жанров Это может быть театр кукол, может быть хореография Может быть драматический спектакль, музыкальный спектакль Какой угодно Поэтому мы старались собрать разножанровые спектакли Но при этом мы не можем какой-то спектакль отнести к конкретному виду Потому что они все равно синтетические Даже если это хореография Там есть какое-то выступление актера Вербальное Словесное, да Которое ближе к драматическому театру, например Или есть спектакль Новосибирские коромысли Который вроде бы музыкальный Но все равно его не назовешь музыкальным спектаклем В том смысле, в котором мы привыкли понимать этот жанр Возрастная категория какая у фестиваля? Ну, это фестиваль взрослых спектаклей В основном маркированы все показы 18+, Но есть у нас и 6+, один спектакль Да, и он тоже такой совершенно неформатный Есть детская история Как называется? Называется «Невидимый слон» И он очень камерный не только в смысле количества актеров Но и в смысле количества зрителей Это в прямом смысле трогательная история Спектакль построен на такой парсипаторности И участии нескольких чувств Не только у нас глаза и уши Но мы там трогаем, нюхаем В общем, он погружает в какую-то такую невероятную совершенно атмосферу То есть можно сказать, что даже не для ребенка 6 лет было бы интересно Да, 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 конечно Это и взрослым прекрасно этот спектакль ложится Но получается будут некие ограничения по количеству зрителей, да? Да, по количеству зрителей ограничения есть Ну, в общем, на каждом показе Это все пройдет на камерных сценах Новосибирска На площадке театра «Тринадцатый трамвай» В театральном клубе «Пуля» В мастерской Крикливого-Панькова И на малой сцене театра «Красные факелы» Скажите, возможно, в процессе отбора тех спектаклей, которые он давал Были, скажем так, перед иным Был такой момент, когда было очень сложно выбрать между тем или иным Чем вы руководствовались, возможно? Ну, у нас из 170 заявок получился такой шорт-лист По-моему, там было 15 спектаклей Мы отобрали в итоге 8 И, конечно, мы спорили Но поскольку у нас было 5 экспертов Мы обсуждали каждый спектакль И пытались на свою сторону переманить других людей Чтобы там прошел какой-то спектакль, который понравился Но в итоге мы просто договорились Ну и какие-то спектакли мы за них проголосовали Если там было равное количество голосов То вот мы уже обсуждали и пытались убедить другого Что нужно взять именно этот спектакль А есть тот спектакль, который бы вы хотели увидеть, но он, к сожалению, не попал? Есть несколько таких спектаклей Расскажите Что это вообще? Ну как есть, так и говорим Как называется спектакль, который запал в душу, но не получилось? Ну, мне кажется, в Красноярском Тюзе есть прекрасный спектакль Леха Там есть такая оп-программа театра, театр соло И это моноспектакли Там много современной пьесы тоже И вот там был спектакль Леха Мы надеемся, что в мастерской Криклива и Панькова устроим видеопоказ, наверное, в марте И все-таки кто-то сможет посмотреть этот спектакль Ну, может быть, когда-нибудь он сюда и приедет Потому что вроде как рядом Почему бы что-то не придумать? Маш, там же еще какая-то конкурсная история Будут вручаться номинации По каким принципам? Как это будет выглядеть? Да, у нас есть жюри Там три человека Мы выбрали людей из разных театральных сфер принципиально Кто в жюри? В жюри у нас Татьяна Тихоновец из Перми Это театральный критик, театровед Эксперт Золотой маски разных лет И член жюри Золотой маски Это Яна Глимборская, проректор Театрального института Новосибирского И это драматург Алексей Житковский Очень популярный сегодня драматург Его пьеса «Горка» просто пожаром идет по всей стране Интересно, что ее нет еще в Новосибирске Но может быть, когда-нибудь В ближайшее время вдруг она появится Вот И мы решили, что у нас будет три основные номинации Это лучшая работа режиссера Лучшая работа актера И лучший спектакль Но если экспертный совет Точнее, члены жюри захотят вручить в какой-то другой номинации Или захотят вручить спецпризы Они, в общем-то, тоже могут это сделать Радио 54 Первое. Областное радио